В принципе, агрессивного насилия нет там, где отсутствует право. Либертарианство — это политическое течение, образовавшееся в середине XX века, основанное на том, что мы называем принцип неагрессии, или, на мой взгляд, корректно называть это договором о неагрессии. Это такая ключевая ценность, из которой мы выводим ту правовую систему, которую корректно называют либертарианством. В современном смысле это слово было сформулировано Мюрреем Ротбордом. Это, наверное, такой родоначальник современного либертарианства. Это такой американский экономист и философ. Ну, в самом широком смысле, дальше это уходит в две такие большие классические школы. В школу классического либерализма и в школу классического анархизма. И вот они смыкаются в либертарианстве. Сомкнулись какие-то их общие идеи в либертарианстве. Это та политическая философия, то политическое течение, которое, мне кажется, разумным способом организации жизни. И на основе этой идеологии работает либертарианская партия России, одним из спикеров, в которой я являюсь. Я не являюсь лидером либертарианской партии, никогда лидером либертарианской партии не являлся, разве что неформальным, вопреки тому, что написано в интернете. Просто занимаюсь популяризаторством и, соответственно, стараюсь иногда выходить в офлайн, делать какую-то политическую движуху, отстаивать свободу слова в интернете, отстаивать те незначительные свободы, которые у нас пока в России есть. Ну, с переменным успехом, разумеется. А вот что такое принцип неагрессии? Принцип неагрессии, или корректнее называть это договор, а неагрессия, договор о ненападении, это принцип отказа от агрессивного насилия. Очень важно, не насилие вообще, а именно агрессивного насилия. То есть от инициации агрессивного насилия по отношению к тому, что я бы назвал. Я вот много таких оговорок делаю, потому что я придерживаюсь контрактной теории права, и много критикую естественное право, но при этом, естественно, правовое ветка либертарианства, она тоже существует, и поэтому я буду много оговариваться, но защищать мне, конечно, комфортнее идею контрактного права. То есть идею о том, что с людьми, с которыми мы хотим состоять в правовых отношениях, мы отказываемся от идеи агрессивного насилия, потому что в противном случае никаких добровольных отношений, то есть рыночных отношений речи идти не может. Слушай, а вот я слышал, по-моему, от вата админа, что внутри ЛПР, там среди отдельных представителей ЛПР, была дискуссия на тему того, что является агрессивным насилием, а что не является. И якобы там были люди, которые отставили позицию, что если, допустим, человек бы жил во времена нацистской оккупации, и рядом с ним был бы дом, где прятались евреи, он бы знал об этом, что в этом доме прячутся евреи, и он бы на стене этого дома, допустим, написал бы, что здесь вот евреи, как бы нужно их там ловить, что-то плохое с ними сделать. Я даже знаю, кто это за человек. Ну, ты знаешь, я не знаю. И смотри, это можно воспринимать вот такого рода действия, когда ты идешь и пишешь на стене дома о том, что вот здесь вот там такие-то люди, и зная заранее, что с ними произойдет, что их гестапо там, значит, поймает и так далее. Это является агрессивным насилием или нет? Вот с твоей точки зрения, как ты думаешь? Вот смотри, это одна из причин, почему я придерживаюсь как раз контрактной теории агрессивного насилия, а не, естественно, правовой, потому что, в принципе, либертарианство очень много позволяет сформулировать гипотетических ситуаций, на которые ответы нам будут казаться совершенно абсурдными, совершенно справедливо будут казаться абсурдными. Но фишка либертарианства заключается в том, что вот такие гипотетические ситуации в вакууме, они не будут возникать на рынке, потому что идея того контрактного права, который мы хотим построить, заключается не в том, что каждый человек — это остров и, соответственно, не имеет никаких обязательств друг перед другом, кроме тех, которые эксплицитно между нами заключены. Нет, это такая базовая, самая базовая подложка для того, чтобы сформировался корпус, корпус контрактов, которые и сформируют правовое общество. В примере, который обсуждается, обсуждается ситуация в вакууме. То есть вот у нас нету никаких правовых, в широком смысле правовых отношений между людьми. Да, и в этой ситуации действительно можно написать там на стене дома все, что тебе угодно, и наплевать на последствия. Но ты понимаешь разницу между тем, что возможно, и тем, что вероятно. Вот ситуация, которую ты описываешь, это возможная ситуация, но она невероятная, потому что жить в среде людей, где нас не объединяют никакие обязательства правовые, между нами нет никаких правовых обязательств, мы можем себе позволять подобные поступки, это среда, в которой мало кто захочет жить. То есть либертанство от этого защищает корпусом договоров. Самый простой пример, вот конституция в классическом смысле этого слова, в самом классическом смысле этого слова, могла бы быть таким корпусом договоров, которые регламентируют отношения между людьми, что возможно делать, скажем, в городе, или невозможно делать в городе. Но так как сегодня мы живем в государстве, то есть в состоянии анархии, обсуждать либертарианскость того или иного поступка, это, в принципе, абсурд, потому что мы находимся за пределами правов. Не-не, я не с позиции, это по-либертариански или нет, я просто изначально вопрос так сформулировал, что считаешь ли ты это проявлением агрессивного насилия или нет? Ну, вот это действие конкретно описанное. Просто зависит от того, в каких правовых отношениях вы находитесь с людьми, в частности, которые живут в этом доме. То есть на это нет ответа прямого, потому что он контекстуален тому праву, в котором вы существуете. Не, ну, исходя из, вот, допустим, да, конкретный исторический пример, общество Третьего Рейха, евреи, которые прячутся в доме, отсутствие каких-то, там, допустим, конституций или там правовой системы, которые бы это запрещали, и наоборот, ну, с точки зрения законов того общества, ну, государственных законов имеется в виду, да, то есть не каких-то контрактов, которые жильцы между собой заключили, а вот именно там законов того общества, наоборот, поощряется такого рода доносительство. Исходя из этого вопрос, вот сам факт того, что человек выходит на улицу с краской и пишет на стене дома, да, то есть он, ну, как бы, некое действие же осуществляет, правильно, является это агрессивным насилием или нет? Знаешь, Святой Августин говорил, где нет закона, нет преступления. Вот мы говорим о государстве, то есть о состоянии анархии, там невозможно совершить преступление, там буквально сила решает, кто будет прав. Я же не спрашиваю, преступление это или не преступление, я спрашиваю, это проявляется агрессивным насилием или не является агрессивным насилием? Там, где нет права, нет и агрессивного насилия тоже, разумеется. Ага, то есть, соответственно, такое действие, оно, вот, как бы, если мы пробираемся через вот эти вот слои, как бы, интерпретации, получается, это все-таки не агрессивное насилие. Нет, в принципе, агрессивного насилия нет там, где отсутствует право, потому что агрессивное насилие появляется только там, где у вас появляется право. Там, где права нет, там, где есть анархия, государственная анархия, на чем я сегодня буду настаивать. В рамках государства никакое действие не может быть рассмотрено как проявление агрессивного насилия, потому что это некая анархия, где нет права.